Чисто там, где не мусорят. В Кировской области продолжается реализация нацпроекта «Экология». В него входит рекультивация свалок. Сейчас в Кировской области этот процесс идет на шести мусорных полигонах. На каком этапе работа, расскажет Елена Шарыгина. Зеленый холм на месте полигонов Костина появится уже в этом году. На крупнейшей свалке в Кировской области продолжается рекультивация. Процесс начали еще в 2023. Участок использовали десятки лет. Сюда привозили мусор из города и со всей округи. Теперь территорию площадью почти 30 гектаров сделают полностью безопасной для природы в рамках национального проекта «Экология», инициированного президентом России Владимиром Путиным. В настоящее время ведутся работы по обустройству и монтажу системы сбора биогаза и его дальнейшей утилизации. Следующий этап, что предстоит нам сделать до конца этого года, это укрыть многослойной мембраной, завести сверху на мембрану растительный плодородный грунт, провести высев многолетних трав и смонтировать, создать очистные сооружения. В рамках нацпроекта также ликвидируется свалка в Мутнинске. Еще четыре объекта в Слободском в Ахрушах и две свалки в Малмыже уже рекультивированы. Одно из малмышских свалок вывезли территорию, очистили от отходов. На других объектах поступили иначе. Отходы собрали в форме холма, закрыли мембраной, создали систему отведения газов и фильтрата. После забывшими свалками еще пять лет будут присматривать. Экологи на регулярной основе мониторят, нет ли загрязнений окружающей среды. Большое внимание уделяется вопросам сохранения окружающей среды не только после завершения работ по рекультивации, но и непосредственно в процессе выполнения самих работ. В основном свалки, которые рекультивированы на месте, после рекультивации они выглядят как такой зеленый холл с пологими устойчивыми склонами, бортами. Кроме больших проектов рекультивации полигонов, в регионе идет активная работа по ликвидации исторически сложившихся свалок в поселках. Площадки полностью вычищают от скопившегося мусора, ровняют землю. Собранные отходы собирают в одном месте, чтобы впоследствии также рекультивировать. По данным Министерства охраны окружающей среды, в работе 573 таких объекта. Из них 538 площадок должны ликвидировать и 35 рекультивировать.